Груша генерал Леклерк. Сорт хорошо совместим с айвой. Лучше его сделать на айвовом подвое. Так на сеянском подвое очень сильно растет. Груша уже на это время, 20 сентября, полностью созрела. Можно снимать и дозаривать в прохладном помещении. Такая живтизна, красивая груша. Очень вкусная груша. Дерево не болеет. Плоды чистые, не поражаются болезнями. Скоро плодная довольно груша. Здесь на склоне сейчас сухо довольно. Жаркая погода стоит. И дерево чувствительно к лаге айва. И начинает желтеть рану лист. Поливать уже никто ничего не поливает. Вот такая груша генерал Леклерк. Эту грушу нас часто спрашивают. Это очень хороший сорт. Это классика. И очень вкусная груша. Маслянистая мякоть. Превосходно гармоничного вкуса. Надо пробовать. Так вкус не расскажешь. Хотя в описании мы даем там краткое описание направления. Здесь мы омолаживали дерево. Вот оно. Дерево около 25 лет. Оно себя прекрасно чувствует, растет. Здесь оставлено плодоношение. Здесь тоже вот второе дерево было. Мы ее срезали на пенек. И дали ему свободный рост. Заново молодую крону сформировали. Вот так. Это второе дерево генерал Леклерк. Вот такой плод генерал Леклерк. Хорошо держится на дереве. Плоды здесь ветром набывают. Вот в озеречке дуют ветры. Генерал Леклерк. Всем рекомендуем этот прекрасный сорт. Вот так ребят. Продолжение следует...